Здравствуйте! И позвольте разжечь на национальной почве. Сегодня Предвестник ТВ беседует с Кралином Владленом, он же Владимир Тор, руководитель исполкома Национально-демократической партии России. Здравствуйте! Здравствуйте! Владимир, у меня первый к вам вопрос такой. Недавние события в Верхнем Уфале, они всколыхнули, на самом деле, граждан Российской Федерации. Что там случилось? Имеется ли у вас информация о том, что там происходит? И не станет ли это первой ласточкой по принципу «далее везде»? Мы внимательно слеживаем события как и в Уфале, так и в других регионах Российской Федерации, особенно те события, которые связаны с национальными конфликтами, в которых замешаны, с одной стороны, русские местные, с другой стороны, агрессивные действия приезжих. К сожалению, я не могу согласиться с вами, что это первая ласточка. Такие события происходят регулярно и постоянно. Один из наиболее первых попавших в фокус внимания средств массовых информаций и конфликтов подобного рода произошел в городе Кондопоге. Но после этого были и Сагры из известных. Совсем недавно произошли события в поселке Ремонтное, это граница Ростовской области и Калмыкия. Теперь вот Уфалея. К сожалению, таких событий происходит очень много, и они происходят постоянно. К сожалению, не все они попадают в фокус внимания. Но это как по закону больших чисел. А почему замалчивают СМИ? Вы знаете, СМИ проецируют позицию верхов в этом отношении. Если о какой-то проблеме не говорить, то ее как бы и не существует. Если мы не говорим о том, что есть пробки на дорогах, ну вроде бы и пробок нет. Если мы не говорим, что, знаете, выпал снег, значит и зима как бы не пришла. Но ничего подобного. Зима в России явление неизбежное. Она придет, снег будет. Ничего с этим не поделать. И надо готовиться к зиме, надо готовить технику, надо расчищать дороги, надо бороться с пробками, а не делать вид, что нет проблем. В России существуют межнациональные проблемы. Эта проблема имеет имя и фамилию, как говорится. С одной стороны это русские, с другой стороны это неконтролируемая миграция из стран Средней Азии, которая поощряется нынешним политическим режимом Владимира Путина. И это агрессивный натиск со стороны Кавказа, со стороны кавказских землячеств, которые активно вторгаются в традиционные русские регионы и вызывают многочисленные межэтнические конфликты. Это политика государства такая? Да, это политика государства. Она носит безумный характер. Нынешняя национальная стратегия, которую проводит режим Путина, она унаследована от Советского Союза. В Советском Союзе, как говорили, что мир, дружба, жвачка, нет никаких конфликтов между нациями, все перемешается и возникнет новая общность, советский народ. Подули ветры истории, и где этот Советский Союз, и где эта новая историческая общность, советский народ. Она рассыпалась, ее просто нет. Теперь говорят, что русской нации нет, есть многонародная, многонародная, мультикультурная российская нация. Я хочу авторитетно уверить слушателей и вас, никакой многонародной российской нации не существует. А что существует? Есть русская нация. Русская нация существует. Русские, это 80 с лишним процентов граждан Российской Федерации. А как мы обозначим русского человека? Ведь у нас есть Татарстан, мусульмане, у нас есть Калмыкии, у нас есть... Они тоже русские или кто-то? Нет, почему же? Татары, наверное, татары. Калмыки, наверное, Калмыкии. Чечены, наверное, Чечены. Якуты, Якуты. И мало того, ни одна из вышеназванных народностей не собирается отказываться от своей этнической идентичности. И это нормально, это естественно для человека дорожить своим происхождением, своими собратьями, породу племени. Это хорошо. Просто надо понять, что Россия — это национальное русское государство, в котором могут существовать национальные автономии. При том условии, что они ведут комплементарную политику по отношению к русским. А можно ли назвать комплементарную политику по отношению к русским на Северном Кавказе? Нет, нельзя. На Северном Кавказе, напомню, например, в Чечено-Ингушской автономной республике по переписи 1987 года проживало более 300 тысяч русских. На сегодняшний момент на территории Ингушетии русских осталось примерно 1500 человек, в Чечне русских менее 50 тысяч человек. И это в основном сотрудники федеральных органов, прикомандированные военные, милиционеры, ФСБ и так далее и тому подобное. Что произошло с русскими на Кавказе? Произошла этническая чистка. Этническая чистка вообще — это геноцид. Геноцид — это преступление и по международным законам, и по Уголовному кодексу Российской Федерации, преступление, которое не имеет срока давности и требует расследования. Эти люди не получили компенсации, они были просто изгнаны своей земли, своих домов, часть из них была убита. Множество изнасилований, грабежей, насилия — за это никто не ответил. Что сейчас происходит на Северном Кавказе? А мы выплачиваем дань Северному Кавказу, мы продолжаем его кормить, мы тратим огромные средства, чтобы построить город Сад Грозный, чтобы люди там жили, катались как сыр в масле, как у Христа запасок. А может быть это хорошо, в войне не будет? Если не ошибаюсь, Рейган как-то сказал, что есть вещи поважнее мира. Нельзя покупать мир любой ценой. Мы не можем раскармливать крокодила в надежде на то, что он станет домашним животным и все будет мирно и хорошо. Некоторых животных переручить невозможно. Посмотрите, на что идут деньги в Чечне. Золотые Роллс-Ройсы, джипы, автоматы, пистолеты. И это все выплескивается насилием на городах России. Футбольная команда там хорошая, высокооплачиваемая. Да, замечательная футбольная команда. Вообще, мне кажется, что было бы невежливо думать о чеченцах, как о нетрудолюбивом и слабом, искалеченном народе. Там здоровые мужчины, они могут заняться производительным физическим трудом, растить хлеб, пасти баранов, овец, в конце концов, и в поте лица своего зарабатывать себе на жизни, а не жить на подачке федерального центра. Это недостойно мужчинам. И нам это неинтересно, не выгодно. У нас есть многочисленные русские области, которые нуждаются в поддержке. Архангельск, Владимир, Рязань, Тула, Ярославль, Кострома. Полным-полно русских регионов, которые переживают сейчас крайне неблагоприятную ситуацию. Посмотрите, где свирепствует демографический кризис. Это районы традиционного русского расселения. Посмотрите, где у нас перепроизводство населения. Это республики Северного Кавказа. Слушайте, необходимо проводить дифференцированную демографическую политику. Помогать людям там, где они нуждаются в помощи. А там, где в помощи они не нуждаются и могут жить своим трудом, пусть живут самостоятельно. Владимир, нынешняя миграционная политика Кремля очень многих не устраивает. Как сделать так, чтобы повлиять на Кремль, чтобы он изменил в корне эту политику? К сожалению, обратная связь между обществом и политическим режимом в Кремле разрушена. В России нет честных выборов. Кремль и правительство, и парламент, они совершенно независимы от воли народа. Мы не можем принимать ни нынешний парламент, ни ныне действующего президента, ни правительства, как вполне легитимные. И, соответственно, обратной связи не существует. Но есть другие механизмы. Например, создание общественного мнения. Вообще, любые изменения в обществе, они сначала предваряются изменением общественного мнения. Люди должны, во-первых, осознать свои интересы, во-вторых, осознать проблемы, с которыми они сталкиваются, те угрозы, с которыми они сталкиваются, и сформулировать трезвый ответ, чтобы быть услышанным. Но ведь общественное мнение, простите, что я вас перебил, общественное мнение, оно существует, и звучит оно не вполне политкорректно. Я его проартикулирую, но, тем не менее, знаете, что я не отношусь к тем, кто говорит именно такими словами. Чурки надоели, задолбали, говорят. То есть, есть вот такой вызов общества. Ну что ж, вы достаточно четко уловили мнение низов. Но задача политиков, знаете, как говорил Маяковский, улица корчится без языка, ей нечем кричать и разговаривать. Вот задача политиков – оформить настроение в политические тезисы, которые могут оперировать на государственном уровне. Действительно, народ испытывает огромное давление со стороны пришельцев из Средней Азии. Это другая культура, это другие обычаи, это другие нравы. Вслед за дешевые рабочие силы приходит разрушение рынка труда, приходит снижение заработных плат общих, приходит окостенение существующей структурой экономики, которая неконкурентно способна. Рабский труд из Средней Азии – это прежде всего низкоквалифицированный рабочий труд. Соответственно, мы фиксируем низкую производительность труда и не развиваем высокопроизводительные отрасли. Это очень плохо для будущего России. Кроме того, эта дешевая рабочая сила, она кажется, что дешевая, она дешево обходится руководителям крупных корпораций, которые используют эту рабочую силу, но она очень дорого обходится обществу, потому что вслед за ней приходит рост криминала, приходит наркотрафик, напомню, 90% героиного трафика идет именно через Таджикистан и Узбекистан, приходит уличная преступность, приходит куча проблем, связанных с межэтническими отношениями. Есть определенные границы, которые пересекать невозможно. Социологи уже достаточно давно эмпирическим путем вывели эту границу. Когда число этнических чужаков, которых вот видно на улице невооруженным взглядом, превышает численность 8-9% от встречных, в обществе начинают закипать межнациональные конфликты, и ничего с этим поделать невозможно. Можно говорить о том, что уличные эксцессы – это плохо. Да, я согласен с этим, это плохо. Но это, знаете, как понижение температуры зимой. Это симптом, но нельзя повысить температуру зимой, говоря о том, что, вы знаете, что-то холодно стало, давайте будет теплее. Это нельзя сказать. Это просто симптом заболевания. Надо бороться с причиной. Как на это можно повлиять? Прежде всего, необходимо резко сократить число приезжих, пересекающих границу Российской Федерации со стороны Средней Азии. Да, визовый режим. Раз. Второй момент. Вести строгий учет пересекающих границу. Это откатывать пальчики, чтобы невозможно было поделать документы, чтобы они все четко по биометрическим параметрам хранились. Третий момент. Необходимо сделать так, чтобы нанимать приезжего стало экономически невыгодно. Не может приезжий получать меньше, чем коренной житель. Он не должен создавать демпинг на рынке труда. Он не должен выступать в качестве штрейхбрехера, разрушать наш трудовой рынок. Предприниматели не могут экономить на том, чтобы не доплачивать налоги, не доплачивать заработную плату. И не должны создаваться условия, чтобы приезжий был более выгодный, чем местные жители. Владимир, а у вас не создается такое впечатление, что Кремль делает это для того, чтобы заместить коренной русский народ, заместить россиян приезжими. Потому что россияне вечно чем-то недовольны, ими очень сложно управлять. Они требуют одно, другое, третье, пятое, сорок пятое. Кремлю не нужны граждане. Кремлю нужно население, которое бы делало вечное добрям с мудрым решением Путина и не спрашивало, куда, собственно говоря, деньги деваются, а где наше национальное богатство. В России сложилась система олигархии. Огромные богатства принадлежат ничтожному количеству людей. На самом деле порядка 200 фамилий в России контролируют более 50% национального богатства. Это вселенская кража. Если надо выбирать два пути развития, две концепции, либо это концепция нации, и нация тогда может задать вопрос, а, собственно говоря, где наши деньги, где национальное богатство, которое нам принадлежит по праву. Россия ведь очень богатая страна. У нас огромные богатства земельные, природных ресурсов, нефть, газ, никель, медь, железо, уголь, все на свете, все на свете. Но у нас очень бедные граждане. У нас в массе своей очень бедные граждане. Неудачники говорят, Кремль. Работать не хотят. Нет, нет, нет. Это поддерживается политика искусственной бедности. Для благополучия этих 200 семей, выразителем интересов которых является Владимир Владимирович Путин, происходит вселенская кража у всей нации. Соответственно, чтобы эта кража прошла безнаказанно, Путин старается всячески умолить роль русской нации, а завести людей, которые не задают лишних вопросов, которые на все согласны, которые повторяют политическую систему Средней Азии. Такой туркмен к баши. Слава, слава начальнику. Почему Византия? Это не Византия. Это все-таки туркменские ханства, это китайские императоры, это Орда, это все-таки Восток. Это не христианская цивилизация. Владимир, а готова ли Национальная демократическая партия России наконец сформулировать столь давно искомую национальную идею? Вообще-то наша задача, задача русских националистов, это благо русского народа. Мы глубоко убеждены, что гражданское большинство в России совпадает с национальным большинством. Мы убеждены, что решение национального вопроса прежде всего лежит в создании демократических институтов. Если в стране будет демократическая система власти, русские автоматически получат искомое большинство. Мы хотим особо подчеркнуть, что русские — это крупнейший разделенный народ и в мире, и в Европе. Порядка 25 миллионов русских на сегодняшний момент проживает за пределами Российской Федерации, и большинство из них не имеет гражданства России. А эти люди должны получить гражданство безоговорочно, по первому требованию, и должны включиться в политический процесс в России. Это наши люди. Мы считаем, что наша цель — это создание, воссоединение братского союза русских на Украине, в Белоруссии, в России, на всех тех территориях, где русские составляют этническое большинство. Я лично не делаю принципиальной разницы ни между русскими и украинцами, ни между русскими и белорусами, так же, как это не делалось и в Российской империи до 1917 года. Это был единый русский народ. А если Минюст не зарегистрировать вашу партию, каковы будут ваши действия? Во-первых, нет законных оснований для того, чтобы не зарегистрировать нашу партию. Раз. Мы будем бороться всеми законными способами за то, чтобы эта регистрация завершилась. Во-вторых, политическая сила играет роль в России не по той причине, что чиновник в Минюсте поставил подпись и печать. Она играет свою роль по той причине, что опирается на массовую поддержку людей на улицах и в сердцах, в головах. Такая поддержка у национальной демократии русских существует, и мы на нее опираемся. Нас невозможно будет проигнорировать. 4 ноября будет русский марш? Конечно. 4 ноября будет русский марш. Приходите все на русский марш. Благодарю вас, Владимир. Напоминаю, что моим собеседником был руководитель исполкома национально-демократической партии России Владимир Тор. Смотрите «Полетвестник». Продолжение следует...